В течение нескольких дней бригады дорожников трудились в Ленске на одной из самых востребованных жителями городских улиц Победы. Работы здесь должны были начать в прошлом году, но ввиду непредвиденных обстоятельств работы были перенесены на текущий год. Ремонт начат в начале мая, часть работ уже закончена. В прошлом году был проведен аукцион на частичный ремонт дорожной сети по улице Победы, небольшого участка от Ростелекома до магазина Уют. Только в этом году в начале мая он был начат обществом с ограниченной ответственностью Арман. Часть от запланированной работы по ремонту дорожного полотна по улице Победы уже проведена. Дорожное полотно положено до дороги на Ричпорт. Остальная работа по завершению асфальтирования самого проблемного участка городской дороги будет продолжена, как только закончатся дождливые дни. Напомним, что на ремонт данного участка дороги были выделены средства предприятием «Газпромтрансгаз Томск». Сумма составила 50 миллионов рублей. Мало того, мы в марте этого года подписали соглашение с акционерной компанией «Алроса» на этот год 25 миллионов рублей. Плюс «Газпромтрансгаз Томск» по соглашению передал нам еще 8 миллионов рублей. И общая сумма на сегодняшний день, которая у нас есть в бюджете, это 34 миллиона рублей. У нас есть проектно-смертная документация по ремонту улицы Аджиники Дзержинского-Пролетарской. Причем, когда мы заказывали эти проекты, мы заказали на каждую улицу отдельно. Как уже сказал глава города, сегодня в городском бюджете на ремонт дорожной сети есть 35 миллионов рублей. Этих средств хватит на асфальтирование дорожного полотна одной из вышеперечисленных улиц. Уже решено, что это будет улица Дзержинского. Готовится техническое задание и буквально на днях будет размещен аукцион на ремонт данной дороги. По проекту там предусмотрено асфальтирование, пешеходные дорожки, зеленение, водоотводные лотки. То есть это так называемая ливневая канализация. То есть эти моменты, если мы решим по улице Дзержинского, это будет первая улица, которая будет выполнена в соответствии со всеми нормативами, снипами, строительными нормами и правилами. Также в этом году запланировано освещение улиц Обязная, Фурманово и Заозерное. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Анвакасаха, Ленск.